МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Современная, эффективная техника, оригинальные запчасти и фирменный сервис от компании Омск Дизель это основа высокопроизводительных технологий. Телефон 55-54-71. Сегодня в программе местные жители вы увидите. Не страшна тогда зима, когда полный закрома. Хозяйство Полтавского района продолжает заготовку сочных кормов. Молочное стадо кормят как надо. Маленькая ферма с большими доходами. Ценный опыт большереченского фермера. Говорили люди встарь, каков спас, таков январь. В саду Павла Комиссарова провожали лето и угощались яблочными пирогами. 23 августа по народному календарю Лаврентий. В этот день в полдень смотрели на воду в реках или озерах. Если вода тихая, не волнуется, осень обещает быть теплой, а зима без злых метелей. Сбудутся ли эти приметы, покажет время. А пока селяне используют каждый погожий день. В Полтавском районе ведут заготовку кормов. В Большереченском районе строят новую животноуческую ферму. А в Омском районе с размахом отметили яблочный спас. Обо всем этом подробно смотрите в нашей программе. Село Еремеевка находится в 180 километрах от Омска и в 25 километрах от районного центра поселка Полтавка. В 1904 году в этих местах был отведен участок номер 61, куда вошла часть пастбищ казахских аулов. На них нарезали 454 доли. Именно столько предполагалось поселить здесь мужчин. Только за ними закреплялась в ту пору земля. В 1905 году сюда прибыли переселенцы из преднепровского села Еремеевка. Уже обустроившиеся родственники из Полтавки и Максимовки помогли поднять первые пласты будущей пашни, вытоптанные табунами коней и отарами овец. В следующем году на этот участок прибыло еще два эшелона переселенцев. Основную их массу также составили выходцы из села Еремеевского. Жили поначалу в избах из Дерна. Потом стали появляться саманные хаты, такие, как были у них на далекой малой родине. В 1909 году в селе на средства общества с доплатой тысячи рублей из казны была построена первая школа. В 1963 году на базе бывшего колхоза образовался совхоз Еремеевский. С 1999 года он переименован в СПК. Сегодня здесь трудятся большинство местных жителей. В Еремеевке проживает 1468 человек. Сергей Шавкун в этих местах человек новый. Приехал из Казахстана. Но карту полей уже изучил. Знает, какой дорогой быстрее добраться к тому или иному участку, чтобы время сэкономить. Ведь оно сейчас на вес золота. В должности агронома молодой парень в этом хозяйстве работает недолго, всего пять месяцев. Нынешняя уборка для него первая. Можно сказать, боевое крещение. Сергею работа на земле с детства знакома. Помогал своему дяде-фермеру сеять, убирать, пахать. Здесь молодому специалисту предложили жилье и хорошую зарплату. Служебный автомобиль выделили. Приходится и работать, и учиться. Все в одно наложилось, и уборка началась. И сенокос, и сенаж убираем. Все в одну кучу. Ну, вот, приходится выкручиваться. Когда поступал, учиться в педагогическом колледже, думал, буду педагогом. Поработал педагогом полгода. Ну, подумал, здесь устроиться, в России. Не получилось. Сейчас школу устроился. Ну, устроился, агрономер. Не жалею. Пока нет. Сейчас иремеевцы заготавливают корма. Раньше выйти на косовицу не могли. На полях вода стояла. Иван Иванович Леангард, отработавший в хозяйстве не один десяток лет, не припомнит такого, чтобы в июле выпало 186 миллиметров осадков. В три раза больше обычной нормы. Было сыро. Кировцами вытаскивали первое поля. Потому что, буквально, прошла техника, и в колье сразу образовывалась вода. Потому что грунтовые воды поднялись. Буквально, я не знаю, я говорил, что на моей памяти такого не было, что грунтовые воды практически в округе вот здесь вот, на уровне с землей. Буквально сантиметров 20 уже вода. Поэтому вот трудности такие вот с вывозкой. Кочва проваливается вот эта. Ну и даже комбайны у нас было, чтобы пришлось вытаскивать. 54 человека занято на заготовке кормов. Вся техника в поле. От 9 до 14 тонн сенажа за один раз вывозят на сеновал водители. За день делают до 15 рейсов. На этом поле однолеткая зерносмесь дали хороший урожай. Кормоуборочный комбайн «Ягуар» показывает весь свой потенциал. Две трети из того, что убрали, приходится на его долю. Машину купили в компании «Омск Дизель» 4 года назад. И ни разу техника не подвела. Даже при небольшой влажности комбайн работает безотказно. Поэтому Сергей Режепа всегда в лидерах. Другим за ним не угнаться. Вообще прекрасная техника. Вот это я уже четвертый сезон на нем работаю. Она мне нравится вообще. Идет легко и с работой справляется очень легко. Кондиционер, все. Ну сделано, молодцы, спасибо именно за такую машину. За день могу на ней сделать по 800 тонн. Заготовить сенажа. Если идет нормально все. Если погода не помешает. А в основном машина безотказная. Идет нормально. Ему не преградывают волки, большие или маленькие. Но он идет безотказно. Справляется с этими волками без проблем. Так что я за ее вообще горжусь. Такой техникой. Хорошая техника. Ягвар 830-й. Комбайн для наших условий самая подходящая производительность. По мощности где-то до 350 лошадиных сил. И полностью он нас устраивает. Как только закончат уборку сенажа, перейдут на кукурузное поле. В этом году под ней 700 гектаров. Косить будут одним комбайном. Ягуар. Машина мощная. Легко справится. С 8 утра и до полуночи механизаторы в поле. В плотном рабочем графике обязательно найдется место для обеденного перерыва и ужина. За обед из трех блюд здесь символическая плата 5 рублей. В хозяйстве есть свой цех по производству мясных полуфабрикатов, мельница и пекарня. Свежий хлеб в местном магазине можно купить всего за 16 рублей. Хозяйство сегодня имеет более 15 тысяч гектаров пашни. 6 тысяч из них занято подкормовыми культурами. Это ячменное поле в 130 гектаров находится в соседней деревне Коконовке. Здесь работает бригада из 6 человек. До дождя успели убрать всего 40 гектаров. Теперь часа 2 вынужденного простоя. Ждут, пока земля подсохнет. Но механизаторы время даром не теряют. Проверяют свою технику. Это считают лишним не будет. Для Виталия Герстенбергера нынешняя страда особенная. Ему доверили новую технику. Да какую современный комбайн Тукана. Я видел его такой комбайн и, конечно, мечтал на такой комбайн сесть. Но все, у нас не было таких комбайнов. Но в этом году удача улыбнулась все-таки мне. Мы сейчас на новую. Все в компьютере. Она все тебе показывает, что где забилось, проверить масло, что забито. Все там показывают в компьютере. Вот это весь, конечно. Не надо бегать вокруг комбайна и смотреть, что у тебя сломалось. Она все показывает в компьютере. Такой технике, конечно, можно убрать. Смотря какая урожайность. От урожайности зависит. Но можно на нем выжимать до 100 тонн, даже больше. В этой машине потенциал, конечно, очень огромный. Механизаторы хозяйства благодаря современной технике всегда первыми в районе завершают уборку. А потом идут на помощь соседям. Убедившись в надежности и высокой производительности машины, в прошлом году приобрели в компании «Омск Дизель» еще один комбайн «Тукан-450». За три последних года в хозяйстве произошла настоящая техническая революция. Предпочтение отдают производительной технике. Они выбирают, что подешевле. Ведь скупой платит дважды. Выиграли и в качестве кормов. Смесь, приготовленную комбайном ягуар, животные съедают подчистую, с аппетитом. Кормов здесь всегда готовят вдоволь. Еще сейчас прошлогодние запасы остались. А на сеновал уже новые завозят. Половина плана уже есть. А всего на зиму надо 2000 тонн сена и 12 тысяч тонн сенажа. В этом году из-за погодных условий мы начали немножко позже. Сейчас заготавливаем сенаж, заготавливаем сено еще. Мы сенажа уже 11 тысяч заложили. Еще поля есть. Еще убирать будем также силос еще. И сено. Еще сено поедем заготавливать в соседний район, потому что у нас там тоже поля имеются. Сеном на год мы себя обеспечим. За последние два года поголовье скота увеличили. На четырех отделениях хозяйства сегодня содержится 3700 голов. Дойное стадо – 1380 буренок. Реализация молока – один из главных источников доходов. Отправляют его на Тюкалинский масло-сыркомбинат по 13-14 тонн ежедневно. Все сырье высшего качества, а значит и цена достойная. В 2013 году был запущен в эксплуатацию новый животноводческий комплекс с доильным залом «Европараллель». Первый – в Полтавском районе. На этой ферме, где мы сейчас находимся, у нас без привязь. Все остальные три фермы у нас, коровы, находятся на привязи. В трех отделениях они стоят. Летом они у нас пасутся на пастбище, на летних площадках. Здесь мы коров столько гоняем на прогулку ежедневно. По часу они у нас гуляют. Александр Поляков помнит, когда здесь еще стояли старые дворы. В то время его дед работал на ферме. А он не отставал от него, помогал за буренками ухаживать. Тогда все вручную делали. Теперь совсем другое дело. Технологии изменились, работать стало намного легче. А труд животноводов ценится. После армии, да, сразу в совхоз пошел. Где-то год механизатором поработал, потом главный зоотехник пригласил меня попробовать. Попробовал. Вот полтора года уже работаю в животноводстве. В данный момент все устраивает. Работаем, тянемся к лучшему. В других-то, видите, хозяйство поразвалилось, а у нас еще оно держится. Потому что руководителю хозяйства удается сделать условия труда привлекательными. Даже из соседних деревень приезжают, чтобы устроиться сюда на работу. Но берут не каждого, только самых ответственных. Галина Житушкина здесь третий год трудится. Хозяйство ей и двум дочкам жилье предоставила на условиях социального найма. На работу ходит с удовольствием. У нее на попечении 80 телят. Научилась различать, кому из ее питомцев не здоровится. У них уже начинают ушки вялые. Они же, когда здоровые, они же хвостиком виляют и довольные. Мне нравится с маленькими телятами возиться. Они же как дети, только увидят нас, уже орут. Они же уже время знают, во сколько поить, во сколько кормить. Даже уже в обед идем, они уже знают, что водичка водит. Видите, кричат, воды хотят. Этот метод содержания телят переняли в одном из хозяйств Екатеринбургской области. До самых морозов телята находятся в индивидуальных домиках. Под крышу переселяются всего на 2-3 месяца, а потом снова на улицу. А чтобы телята не мерзли, их хорошо кормят. За свою полувековую историю хозяйство не растеряло людей и традиции, которые заложили предшественники. Удалось сохранить и самое главное – любовь к родной земле. На Большереченской земле село Курносово – одно из старейших. Первое упоминание о нем относится к 1796 году. Это было место ссылки каторжан, неугодных царскому режиму. Сюда же ехали и вольные безземельные крестьяне, которых привлекали сибирские просторы. Луга с сочной травой и леса со всякой дичью. У озера Курносово появились первые избы. От водоема, богатого в ту пору рыбой, и пошло название деревни. В первое время переселенцы жили бедно, но со временем обзавелись лошадьми, коровами и прочей живностью. Пахали сколько угодно и где угодно, лишь бы сил хватило. Согласно Всесоюзной сельскохозяйственной переписи 1920 года, в Курносово на каждое подворье приходилось в среднем по 4 лошади, 8 голов крупного рогатого скота, 5 овец и 2 свиньи. В деревне была своя ветряная мельница, маслобойка, кузница, молотилка, сенокосилка. Все это принадлежало зажиточному крестьянину Ивану Сидельникову. В его роду все были работящими, поэтому и имели много скота и сельскохозяйственной техники, нанимали батраков. Полынские, Шипицыны, Сидельниковы были раскулачены и высланы за болото. В 1928 году все жители деревни Курносова вошли в колхоз. В 2007 году коллективное хозяйство обанкротилось. Сегодня в селе живет 540 человек. Люди держат на подворьях птицу и крупный рогатый скот. Работают на предприятиях районного центра и в фермерском хозяйстве. От 12 канала до села Курносова 240 километров. Небольшое фермерское хозяйство Сергея Ложкина образцово-показательное для северной глубинки. Он не бросил землю, как многие, кто начинал вместе с ним работать на себя. Два десятка лет назад. Да, было трудно, признается он. Ни денег, ни техники. Одно желание – не сдаваться. И верить, что когда-нибудь все наладится. И самым правильным шагом считает решение иметь свое дойное стадо. Хоромы-тибуренок стоить не стал. Ни по карману. Городить что-то из сырья, купив бетонные плиты, тоже не очень-то хотелось. На свой страх и риск первым, наверное, в Сибири попытался поставить коровник – ангар из поликарбоната. Мы все сами придумали. Изначально на листочке нарисовали план будущей фермы. Начали понемножку делать. Сначала сделали один ангар. Попробовали, как вроде все получилось нормально. Ну, немножко мы потом доделали. Вместо одних ворот сделали двое, чтобы вентиляции больше было. В жару все двери настишь. И в коровнике, и в телятнике не душно. Животные спокойно отдыхают или жуют. Есть и корма, и вода. В таких условиях они содержатся уже пятый год. А фермер до сих пор проверяет, как чувствуют себя буренки. Свой рабочий день начинает с фермы. Хожу каждый день, смотрю, вот буквально вчера была жара, наверное, под 40 градусов. В тени градусник 32 показывал. Туда заходишь, там все равно скрыто от солнца. И они более уютные. Жарковато, но не как на солнце жарче. На ферме сегодня почти 200 голов крупного рогатого скота. Из них 72 буренки. А начинали с 9 телочек, которых купили в одном из хозяйств своего района. Там коровы красно-степной породы сибирского типа дают до 7 тысяч литров молока в год. К такому результату стремится и фермер. Специального зоотехнического образования у Сергея нет. Многому пришлось учиться. Ни один семинар не пропускал. За опытом и к соседям и в богодуховку ездил. Я так понял, что самое главное, корову просто нужно накормить. Если ее просто накормить, она уже даст за 5 тысяч. Вот у нас по прошлому году мы на голову надоели. 5-600 у нас было. Я считаю, что это делать очень легко. Просто нужно накормить. Все. У нас однотипное кормление. У нас кот не пасется. Круглый год стоит в ангарах на сухой подстилке. И кормим. Сенаж, комбикорм, сено, вода. Больше никаких нет добавок. Специальные премиксы покупают только для телят и сухостойных коров. У остальных рацион не меняется. Сенаж готовят из одолеток. Это пшеница, ячмень, овес и 30% гороха. Белковым кормом считается и голега восточная. В народе за этой культурой прочно закрепилось название козлятник. Почему, никто толком не знает. А вот то, что растение очень капризное, не каждому удается вырастить, это уж точно. Сергей рассказывает, что оболочка у себя очень твердая. Всем миром ее тверли. Препарат специально из Питера выписывали. С сахаром свешивали. Технологию в этом деле никак нарушать нельзя. Зато козлятник с каждым годом все лучше становится. Посей удачно и лет 15 заглядывай на поле только в период цветения, чтобы скосить. В этом году уже дважды урожай снимали. Получили по 140 центнера зеленой массы с гектара. И на третий укос рассчитывают. Вон, как вымахала голега после дождей. В этом году на нехватку осадка жаловаться не приходится. Все в рост идет. Кормов практически уже заготовили на два года вперед. А от богатого рациона, говорит фермер, и молока много буренка дает. На ферме трехразовая дойка. Первая в 5 часов утра. Утром 16 дают заведение, бывает 30 литров дают некоторые. Сколько буренок ты доешь каждый раз? Сейчас доится 65. Вдвоем доете или втроем? Вдвоем дома. Это у нас сейчас стажер, Женя. Мы ее учим. Она подменной дояркой потом будет работать. Дойное стадо фермер планирует увеличить. В этом году еще один коровник начал строить. Говорит, одно скотоместо в таком помещении обходится ему 12 тысяч рублей. Это в десятки раз дешевле, чем при строительстве современного комплекса. Впрочем, добавляет, что и такие нужны в крупных животноводческих хозяйствах. Другое дело фермерские. Все нужно считать. На всем экономить. Чтобы работать не в убыто к себе и знать, какое направление самое эффективное. В нашей зоне однозначно только молоком. Потому что мясом там рентабельность маленькая 40%. На зерне тоже немного, там порядка 50% это уже как бы хорошо. А на молоке у нас сегодня хорошая рентабельность. Маленькая себестоимость продукции молока, я имею в виду. А реализация цена сегодня нормальная цена. Сейчас же добавили нам. Базовая цена была 16,10. А сегодня уже рубль 50 добавили. Стало 17,60. Плюс качество. У нас уже 20 рублей выходит. Плюс дотация 2,60. И вот 22 рубля с копейками. Это для нас хорошая цена. Рентабельность, как почитал фермер, 200%. Причем и на том молоке, что продают заготовителю, и на том, что реализуют сам на рынке. 25% от объема сырья здесь перерабатывается на месте. Сепарируют, получают сливки, настоящие, деревенские. Из них сметана хоть ножом режь. Молоко пакетируют. Продают по 35 рублей за литр. В эту стоимость входит и сам пакет, и электроэнергия, и зарплата лаборантки, которая кроме анализов занимается еще и этим. Аппарат по фасовке миниатюрный. Сергею удалось его по случаю купить. 60 тысяч отдал, но не жалеет. Он того стоит. Впрочем, деньги считает не только фермер. Доярки каждый день знают, сколько заработали. Три раза в день мы доим. Корову 10 рублей у нас. Вот утром мы отдаили, вот 65, у нас 650 рублей получается. За весь день у нас получается 1700. Делим пополам на две доярки. По 800 там чем-то выходит. По 750. Елена Сергеевна знает, сколько денег в получку домой принесет. Увеличится поголовье, и зарплата станет выше. А фермер планирует иметь 200 буренок. Пашни 2070 гектар. И я считаю, что поголовье должно отталкиваться от пашни. То есть вот в нашей зоне на голову нужно 4 гектара пашни иметь. Тогда все будет идти нормально. То есть скот будет сытый, кормов будет всегда хватать с запасом. Вот такие мои расчеты. Доильный зал, по мнению фермера, не нужно переделывать. Он подойдет и для стада в 200 коров. Проект этот разработали сами. А вот подиум для буренок подсмотрели в одном из хозяйств. Правда, сделали его повыше, чтобы доярки было удобнее. Животные к такому помосту привыкли быстро. Во время дойки получают концентраты. Поэтому ждут своей очереди с нетерпением. В хозяйстве трудится 32 человека. Пятеро из них – фермерская семья. Сын, зять, дочь, супруга. И сам Сергей. Забот и хлопот хватает. А может и хорошо, что нам всегда трудно. Мы стараемся карабкаться кверху. Это принцип жизни. Расслабляться некогда. Наверное, поэтому. В 30 километрах от Омска находится этот удивительный рукотворный уголок природы. Некоторым деревьям, растущим здесь, больше ста лет. Посадил их известный на всю Россию садовод Павел Савич Комиссаров. До конца 18 века считалось, что в Сибири невозможно вырастить плодовые деревья и ягодные кустарники. Климат для них неподходящий. Павел Савич доказал, что воля и труд человека дивное диво творят. Некрасовские слова можно поставить эпиграфом ко всей сподвижнической жизни самобытного ученого-селекционера. В музее хранятся фотографии семьи, которая разделяла взгляды и убеждения первого сибирского садовода. В начале 1895 года на арендованных землях вблизи Иртыша, в пяти верстах от казачьей станицы, Павел Савич заложил сад. Посадил яблони белый налив и коробовка. А 12 лет спустя ящичек с сибирскими яблоками и фотографиями сада получил император Николай II. Он был удивлен и растроган известием, что в Сибири уже растут плоды, не уступающие тем, что созревают в южных провинциях Российской империи. Царь в благодарность подарил комиссарову золотые часы с цепочкой и государственным гербом России. Первая омская сельскохозяйственная выставка 1911 года сделала Павла Савича знаменитым. На ней он был удостоен серебряной медали за достижение в становлении и развитии сибирского садоводства. К нему не зарастет народная тропа. Слова, сказанные великим русским поэтом, можно отнести и к удивительному человеку, жившему на этой земле в начале прошлого столетия. Он не писал стихи, но был поэтом в душе. Его вдохновляли и цветущие яблони, и спелые плоды, которые созревали в его саду в конце лета. Каждый, кто приезжает сюда, обязательно приходит на могилу Павла Комиссарова, чтобы почтить память первого сибирского садовода. Его похоронили, как он и завещал, у дуба. А рядом деревья великаны, пережившие несколько поколений людей. Стала доброй традицией в конце лета устраивать на этой земле праздник. Так было когда-то и при Павле Комиссарове. Водили ли в ту пору девушки-хороводы, неизвестно. А вот столы с дарами природы уж точно окрывали. И гостей созывали. Комиссаров очень любил гостей. Он приглашал их. У него всегда, особенно сейчас, как яблочный спас, когда уже природа одаривает всеми плодами, овощами и прочее, что можно что поставить на стол. Всегда Комиссаров приглашал гостей. У него был огромный дубовый стол. Во главе это самовар. Чай, заваренный на травке. У нас это тоже традиция по рецепту Комиссаров. Чаем поем. Рецепт того чая сохранился. Да только его здесь в секрете держат. Говорят, некоторые хотели перенять. Не получается. Видно, травка в нем особенная. Или ягода какая. А чтобы догадаться, по саду прогуливается. Под кусты заглядывает. А там яблочками вся земля усыпана. Грибы под ногами растут. Ну как тут прийти в хорошее настроение, от которого петь и плясать хочется. Без народного фольклорного ансамбля Былина из поселка Морозовка ни один праздник в районе не обходится. А к этому готовится особенно. Свои летние каникулы даже прерывает, чтобы к яблочному спасу разучить новую песню. В начале августа мы уже собираемся специально, чтобы к спасу, к яблочному, нам быть в форме голосовой. Что вы учили к этому спасу? Меня Нонима Манюшка бронила. У нас песня, вот такая веселая, мы с двумя коллективами сегодня ее исполняли. У нас девушки разного возраста. Сегодня с 16 лет девчоночки из ансамбля Морозка и старше. И вот самому нашему мудрому участнику Геннадию Федоровичу Народовскому в этом году исполнилось 76 лет, буквально вот 16 августа, совсем недавно. Мария Дмитриевна рассказывает, что коллектив дружный. Их на репетицию или на какой-то срочный выезд концертов можно собрать за считанные минуты. Все свои дела садоводчески обрасают и в клуб. Я сам-то в принципе городской, но в 78-м году я переехал в Морозовку. И вот с тех пор, значит, прожив в Морозовке, познакомившись с нашими девушками, которые поют в Белине, да, ну и сам начал увлекаться и сельским хозяйством. Кстати, сейчас батюшка осветил мои яблоки. Второй Спас 19 августа отмечается церковью 4 века, как преображение Господне. До наступления этого праздника не разрешалось есть никаких плодов, и только после их освящения можно вкушать спелое яблоко. Православные христиане в этот день пекут пироги с яблоками, варят варенье и угощают друг друга. Традиционные православные праздники очень плотно влетены в конву годового круга нашего народа. Когда говорят про Морозы, говорят, какие Морозы? Крещенские. Когда приходит Троица, говорят, какая Троица? Зеленая, потому что распускается листва. Также и Спасы выпали промыслительно так, чтобы люди порадовались о том, что Господь посылает им урожай. Ведь мы знаем, что трудиться можно сколько угодно, но плоды посылает Господь. И зная это, люди изначально несли новоначальный урожай в храм, чтобы его осветить. Это потому испокон веку существует молитва на освящение меда, на освящение плодов, на освящение винограда. С молитвы начинала свой день и семья Павла Комиссарова. В их саду было 80 сортов яблонь, 15 сортов вишни, 60 сортов смородины, 6 сортов барбариса и другие невиданные в Сибири деревья и кустарники. Комиссаров в свое время как-то, он писал, что вот мы с сыном, у него старший сын Федор был самым помощником, что мы единственные в мире на всем земном шаре добились того, что в наших широтах, таких суровых климатических условиях, произрастает такое растение, как шелковица белая. Три года назад плодовые сады стали восстанавливать. Высадили все виды, что были при Павле Комиссарове. Вот эти деревца, белая шелковица, через несколько лет они будут плодоносить и удивлять омичей своими необыкновенными плодами в виде вытянутых ягод. Трудно сейчас представить наши сады без плодовых деревьев, слив, вишни, абрикоса и говоря уже о яблонях. И девочки из театра моды «Шляп в стиль» недавно вернулись из поездки в Санкт-Петербург, где принимали участие в международном конкурсе «Творческие открытия». На нем присутствовали шесть стран. Были дети из Израиля, из Узбекистана, из Китая, из Италии, из Абхазии, ну и такие ведущие города России. По всем номинациям и художественное слово, и изобразительное искусство, и театр мод мы заняли лауреата в третьей степени, привезли три золотых кубка и три диплома лауреата в третьей степени. Мы вот только приехали, поэтому нам оставалось всего два дня, чтобы придумать новую такую коллекцию, небольшое такое дефиле, маленький рассказ. И два дня все работали. Два дня все работали. И не спали даже. Чтобы удивить всех костюмами, а главное шляпками, украшенными спелыми плодами. Яблоки в этот день всюду. И на столах, и в корзинах, и в пирогах, и в руках тех, кто приехал на праздник. Это самодеятельные артисты из всех поселений Омского района. Местные жители, мастерицы, рукодельницы. Они шьют, вяжут, вышивают. А девчонки из студии «Лоскуток» еще и хороводы водят. Они знают все традиционные народные праздники, в каждом из которых мастерят нарядных куколок и считают оберегами. Традиционный русский народный наряд. Внутри как бы и зерна, там может быть и гречка, и крупа всякая. А у тебя что там? У меня и гречка, и рис. Поэтому куколка называется кубышечка или зернушка. Ее мастерят к хлебному спасу или полотняному, как называют его в народе. Православные христиане отмечают третий спас 29 августа. На славку лебяки, пышная караваи, в знак того, что уродился хлеб на полях, начинается жатва. Наша программа подошла к концу. Этот и другие выпуски вы можете посмотреть на сайте 12kanal.ru. Также добавляйтесь в нашу группу в Одноклассниках. Предлагайте свои интересные темы и делитесь проблемами. Ну а мы, как всегда, встретимся ровно через неделю. До свидания. Спонсор показа – компания «Омск Дизель». Редактор субтитров А.Семкин